Купить одежду или бытовую электронику, не выходя из дома. Для этого достаточно одного клика мыши. Каждый второй сегодня хоть раз приобретал что-то в интернете. Можно не выходить из дома. Во-вторых, там цены иногда бывают дешевле. Конечно, активный пользователь интернета. Массово заказываю практически все из одежды сейчас, только через интернет. Постоянно. А почему это удобнее, чем просто ходить в магазин? Потому что это удобно. Там ассортимент больше, выбор больше, если можно померить и вернуть. Из иностранных сайтов покупатели предпочитают компании из стран Ближнего Востока. Большинство же пользователей выбирают товары из России. За 2019-й количество покупок в интернет-магазинах увеличилось на 60%. В этом году специалисты тоже прогнозируют рост. Посмотрим, что в этой посылке. С начала года в силу вступили изменения в законодательстве, распространяющиеся на международные заказы. Если ранее беспошлино можно было пересылать товары стоимостью меньше 500 евро, то сейчас цифра сократилась до 200. При этом увеличился вес до 31 килограмма. Это прогнозируемый этап в связи с увеличением интернет-торговли, увеличением объема перемещения товаров для личного пользования, используя почтовые отправления, используя курьерские службы. Скорее всего, приведет к увеличению и доходной части государства, и усилению контроля и ответственности граждан при приобретении товаров. В два раза снизились штрафные санкции. Ранее за превышение нормы полагался налог в 30% от суммы посылки или 4 евро за каждый лишний килограмм. Как это скажется, посмотрим. Но могу сказать, что когда в прошлом году мы завершали декабрь, мы по международным отправлениям в рамках УФПС Самарской области наблюдали положительную динамику. Плюс 27,6% по количеству входящих международных отправлений пришло в Самарскую область по сравнению с декабрем 2018 года. В этом году у нас уже намечается положительная динамика. В первую очередь изменения в законе коснутся предпринимателей, которые делают оптовые заказы через сеть. Большая часть из них пользуются услугами дистрибьюторов, то есть не работают напрямую с производителями. Из-за перемен последние будут вынуждены переплачивать, что не может не сказаться на конечной стоимости товаров на полках в магазинах. Однако самарские предприниматели не теряют оптимизма и повышение цен пока прогнозировать не берутся.